Сегодня в программе «Простые вопросы» академик Абдусалам Гусейнов, советский российский ученый-философ, специалист по этике, в прошлом директор Института философии Российской Академии Наук. За этим понятием кризис цивилизации скрыто определенное предчувствие. Философия социальная, она отказалась от идеи прогресса. Но если человек знает, что сказал Бог, как я могу с таким человеком разговаривать? Лучше уж нам оставаться уважающими друг друга людьми, каждый со своей позиции. Большое спасибо, что нашли возможность встретиться. Несколько вопросов, которые, может быть, в первую очередь касаются той темы, которая обсуждается. Будущее без будущего. И в большей степени связано, наверное, со взглядом не на апокалиптическое представление того, что, да, это кризис цивилизации, вы говорите, как фраза, которая является сейчас самой часто употребляемой. Что это? В общем, наше предчувствие или есть научное обоснование в таком взгляде? Ну, видите ли, предчувствие, как вы говорите, это очень важный фактор. Оно является как бы симптомом и первым знаком, за которым уже потом следуют научные обобщения. То есть само предчувствие, конечно, тоже следует принимать во внимание. Но вы правы в том, что это скорее предчувствие. Вот когда мы говорим о кризисе цивилизации, это стало расхожей фразой, правда? Это очень часто можно слышать. Понимаете? И поэтому, конечно, за этим понятием кризис цивилизации скрыто определенное предчувствие. Значит, оно связано с тем, что в разных сферах успехи цивилизации сопрягаются с такими негативными результатами, которые оказываются сильнее позитивными. Ну, например, вы имеете в виду ядерную физику? Ну, например, да. Достижения ядерной физики, которые обернулись ядерным оружием, которое ставит под угрозу, является угрозой вообще существования человечества. И это, конечно, порождает определенные опасения, определенные страхи. И это как раз выражается и формулируется вот этим понятием, я бы не сказал, но этой формулой кризис цивилизации. Это, конечно, не является строгим понятием, это не является каким-то развернутым доказательным учением, так, но это именно некое такое предоощущение, это характеристика некоторых очень важных тенденций и опасностей, с которыми мы столкнулись. Подскажите, а вот именно это словосочетание кризис цивилизации чаще всего, ну, в большей степени, наверное, в средствах массовой информации употребляется в отношении общественных изменений, изменений статуса семьи, отношений между людьми, изменений отношений в обществе. Насколько это можно воспринимать с точки зрения, скажем, науки или с точки зрения философии? Потому что мы говорили о ядерной физике и о разработке в техническом прогрессе. Да, да. А что касается, значит, философии, то здесь тоже есть определенные, опять это же слово, определенные симптомы, определенные показатели, а именно, ну, например, уже практически философия социальная, она отказалась от идеи прогресса. От идеи прогресса в ее первоначальном смысле, а именно прогресс, он всегда предполагал такое изменение действительности, такое изменение общественных отношений, которое может приблизить его, это общественное состояние, к неким идеальным представлениям. развитие как, не просто как улучшение совершенствования, а как достижение совершенства, да? И де-факто, конечно, социальная философия сейчас отказалась от этого представления. Вы же не можете ответить на вопрос, и никто из нашей гуманитарной науки не отвечает на вопрос о том, к какому обществу мы стремимся. Пусть это будет через 20, через 100, через тысячу лет, да? Античная философия не давала такие ответы. Понимаете? Конечно. Она всегда давала, там, в античности это был золотой век, который был в прошлом, в средние века это был потусторонний мир или еще что-то, а новое время оно выдвинуло это именно как социальную программу. А сейчас нету, а сейчас что, собственно? То же, что есть сейчас, но только чуть получше, да? То есть круг замкнулся, и ответа философа не дает? Да, это как раз то состояние философской мысли, которое адекватно этой ситуации обозначено как кризис цивилизации. Понимаете? И, скажем, идеи линейного развития, линейного прогресса, они, их место все более занимают и более привлекают общественное внимание. Это уже циклические теории, скажем, теории Тоймбе, теории, значит, нашего Данилевского, да? Где цивилизация уже рассматривается как некие такие замкнутые системы. Так что в этом смысле состояние философской мысли и предчувствия, которые есть у людей на уровне общественного сознания, они свидетельствуют об одном и том же. Салам Анатолий Теременович, я имел возможность беседовать с вашим выдающимся коллегой и моим земляком Вячеславом Семеновичем Степиным. И, вы знаете, он мне подарил одну из своих книг, я попытался изучить ее, исходя из того, своего понимания. И пришел к выводу, что вообще это колоссальная глобальная научная работа проводится. При этом у меня возник такой вопрос, насколько она востребована, допустим, сегодняшней элитой, сегодняшней властью, насколько она применима к каким-то практическим шагам, которые могут принимать, ну, скажем, элиты в отношении управления экономическими процессами, управления общественного развития. Трудно сказать, значит, в смысле, насколько она задействована в непосредственную практику управленческой деятельности, государственной деятельности. Все-таки концепции Вячеслава Семеновича, это все-таки теоретические концепции, которые скорее влияют на общую ориентацию нашего сознания, на общее представление о том, что происходит и в каком направлении развивается современная цивилизация. Но ведь такого рода общие представления, они необходимы условия для того, чтобы вообще могла осуществляться продуктивная интеллектуальная деятельность. И в этом смысле, конечно, они востребованы по существу, так сказать, да, они как бы резонируют с реальным состоянием. Я имею в виду ощущение, что это очень активная дискуссия в научном сообществе, которая не имеет какого-то отклика и практического применения. Ну, некоторый разрыв, он, конечно, существует, и он достаточно большой и досадный разрыв. Вот, я не знаю, как в Белоруссии, может быть, там ближе расстояние между теоретической работой... Да, просто белорусов меньше. Да, да, из-за размеров, из-за каких-то других вещей. Что касается России, то, конечно, здесь разрыв довольно большой. И он больше, чем это было, скажем, в советские годы. А потом нельзя забывать такую вещь, что между, скажем, людьми, принимающими решения и между теоретиками типа академика Стёпина, так сказать, вот на уровне академической науки, между ними есть ещё такая, около такая, правительственная, около элитная прослойка политологов, журналистов, да, которые... Которые могут... Которые пытаются играть роль там посредников, переводчиков или ещё как-то, значит, да, вот. Поэтому этот особый такой процесс, каким образом такая философская теория проникает и находит свои пути как бы в реальную практику. Насколько вы согласитесь с той мыслью о том, что философия в силу, такой, скажем, удалённости или зацикленности на науке уступила ту, ну, в своё время лидирующую позицию всем возможным проявлениям, скажем, новых или старых религиозных течений. И вместо развития, скажем, рациональной мысли очень многие выбирают достаточно простые решения. Да, это вы правы. Это тоже, кстати сказать, связано с первой частью нашей беседы, что действительно сейчас имеет место оживление, вот, и возвращение в публичное пространство традиционных религий, да, и до такой степени, что сейчас уже даже сомнительно говорить об отделении церкви от государства, вот, и наряду с этим оживление разного рода ненаучных, ненаучных и просто шарлатанских каких-то вещей, вот, и это, конечно, тоже за счёт, за счёт именно рациональной позиции, за счёт именно философского осмысления. И это тоже одно из выражений и один из симптомов этого кризиса цивилизационного. Отсутствие адекватного ответа и адекватных теорий, которые бы осмысливали этот процесс и каким-то образом более ясно обозначали бы возможную перспективу. Да, Абдусалав Абдуард Ильинич, вы знаете, в художественной литературе очень много таких примеров, когда выстраивается в произведении такой диалог, скажем, человека сомневающегося или неверующего со священнослужителем. У меня, может быть, немножко личный вопрос. Был ли у вас в жизни такой диалог или такая дискуссия с человеком, уважаемым, приверженным своей вере, может быть, священнослужителем, как раз на основные вопросы, на которых строится и любая вера, и религия, и философия. Да, было еще, я помню, даже в годы Перестройки, тогда журнал «Наука и религия» предложил такую дискуссию с таким уважаемым священником, отцом Георгием. Он, по-моему, даже был из круга Александра Миня, этого я точно не могу сейчас сказать. И мы как раз с ним говорили и высказывались по вопросу о знаменитом положении Нагорной проповеди «Прощайте врагов ваших». Вот, и был такой разговор, и была такая беседа, которая как раз, я считаю, значит, она была плодотворной. Такие плодотворные обмены мнениями между людьми, которые придерживаются все-таки принципов свободомыслия, как я, например, да, и которые, конечно, привержены именно сугубо философско-рациональному анализу действительности, без какой-либо апелляции к откровению и прочим вещам, и священы служителями или людьми, которые являются верующими в таком конфессиональном смысле. Конечно, это, в принципе, возможно. Это возможно. Но это возможно именно для этого, значит, необходимо, чтобы этот разговор был сосредоточен на самих проблемах, на самом предмете, не на способах его обоснования, не на исходных предпосылках, методологических, ценностных. Конечно, они различны. Ну, как я могу спорить с человеком? Если он в разговоре со мной говорит, Бог сказал это. Но если человек знает, что сказал Бог, как я могу с таким человеком разговаривать? Я, конечно, не могу разговаривать с человеком, который знает, что сказал Бог. В моем представлении, значит, если даже и Бог есть, то я не могу знать, что он сказал и что он думает, значит, понимаете? Поэтому, конечно, разговор, если он находится в пределах, во-первых, конкретных проблем, если он остается в пределах логики доказательства, и если он опирается на проверяемые и наблюдаемые факты, то, конечно, такой диалог возможен. Абдусалам Абдулкеримович, для меня была большая честь беседовать с вами, большое спасибо за ваше время. Будем рады видеть вас в Беларуси. Как же ты, Вячеслав Семенович? Спасибо большое. Я бывал в Беларуси не один раз. Вот я знаю, сейчас у вас будет осенью философский конгресс, и если будет благоприятная ситуация, я тоже попробую появиться. Значит, у меня есть много коллег, друзей. Наш институт сотрудничает с Белорусским институтом философии. Так что, значит, всего самого наилучшего успехов моим белорусским коллегам и счастья процветания Белоруссии. Субтитры создавал DimaTorzok